Далер 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 Киев Далер Кnez Далер 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 И вот там написано, что эти песни — это птицы, которые наконец прилетели и обрели свой дом. То есть это птицы, которые очень долго летели, и несмотря на то, что были разные ситуации в их жизни, и порой их соблазняли золотыми клетками, но они все-таки не соблазнились и долетели до сердца любящих. Вот это главное. В связи указано, что занимали какие-то места за рубежом, то есть выступали как в Франции, в Испании и так далее. Планируете ли презентацию альбома где-то за ним? Так, мы не задумывались над этим, но это все в руках неизвестности, которая нам может завтра... Мы даже здесь не ожидали оказаться. И если бы мы ожидали здесь оказаться, наверное, мы пришли бы сюда как на работу, а потому как мы сами этого не ожидали, мы пришли сюда, волнуясь, переживая, и как первый раз в жизни выходили на сцену. Если будут какие-то возможности, предложения... В основном я был по музыке к фильмам, был связан с другими странами, и песни, мы были у нас в турне, но вот такого вот дня в нашей жизни пока еще не было. Такого теплого, настоящего, естественного, и такого вот желанного там настоящего. Если будет возможность донести эту любовь, куда бы то ни было, мы с удовольствием это сделаем. Самое важное в этой жизни это общение. Мы приходим к тому, что каждая встреча, каждое общение, каждая ситуация, она бесценна. Будь то она положительная, будь то отрицательная. Каждая встреча — это подарок судьбы. Насколько глубоко мы можем проникнуться в этот подарок, насколько глубоко мы можем получить впечатление. Музыка — это есть впечатление, музыка — это есть послание, которое мы должны донести в форме музыки, в форме музыкального произведения до людей. И основной приток энергии, основной источник энергии — это сами люди, частицы божественной, частицы любви, которые рассыпаны по всему миру. И нам только надо догадаться, что несут нам эти глаза, которые мы встречаем. Потому что вот этот альбом, например, я хотел вообще его одним словом сказать, что я хочу поблагодарить всех тех, кого я встретил в своей жизни. Плохих, хороших, добрых, злых. Потому что весь этот спектакль, вся эта жизнь, благодаря ей, сегодняшний день наступил, и песни легли в этот альбом. Может быть, двух-трех отрицательных моментов, если не было, все было бы совсем по-другому. Поэтому я благодарен всем тем впечатлениям, которые встретил в своей жизни, и, может, когда-то их не понял. Но сегодня все это выразилось в этом альбоме и в этой музыке. Вообще музыка, она трудно ее назвать хобби, потому что это сама жизнь. Потому что настолько она меняет нашу жизнь, настолько она нас направляет, что увлекаться ею не получится никак. Она просто захватывает, она забирает нас. И мы теряем вот это свои щупальца, все, и мы превращаемся просто в саму музыку. Музыка, кино, она позволяет нам избавиться от личностного. Вот что в ней прекрасно. И там можно, там, вернее, цель, задача такая, что нужно передать звучание, отсутствуя самому. На сцене, наоборот, надо как можно больше подать себя и пожелать людям сказать, я вам желаю счастья, я вам желаю любви. А фильм должен это сказать сам. Там не должно быть ни меня и никого другого. Если фильм, после фильма люди говорят, что была хорошая музыка, чаще всего это неудачно. Фильм – это вдохновение. Фильм – это… Ну, песни и фильм, в принципе, не отличаются. Сейчас тоже идет кино, по сути дела, да? Просто кто это снимает? В какой момент? Кто-то это снимает своим сердцем, кто-то это запоминает, как впечатлили. Для нас это кино, потому что мы его будем просматривать еще много раз. И когда мы пели эти песни, ритмотивом звучала еще какая-то музыка, которая послужит будущей песней или будущей пунктой в дальнейшем. Поэтому кино – это чуть-чуть другая точка зрения. И она тоже каждый раз требует нового подхода. Невозможно обрести, то есть освоить это лепесток. Каждый раз надо туда входить по-новому. Старые запасы и приспособления. Вы всегда говорите, что все-таки духовная, она выше материальная. Я с вами согласен. Но в вашем языке она выше духовная. А как же быть? Все-таки материальная сейчас главная. Что получается? Я скорее хотел бы сказать, что материальная – это то же самое духовное. Но ничем не отличается. Абсолютно. Мы его воспринимаем очень жестко. Все. Но если за этим столом сядут два друга, этот стол станет священным. Дорогие друзья, вот многие задают вопрос, что за репродукция в оформлении альбома по этому талерку. Расскажи, пожалуйста, чья это картина, в основу которой легло вот это оформление всего альбома? Это картина Александра Акилова, художника из Таджикистана. Он довольно известный художник. Живет в Москве. И его картины выставляются во всем мире. И вот эта картина, как бы мы… Он очень хорошо разбирается в музыке, чувствует музыку. Поэтому у нас общение идет на разных уровнях. И вот эта реакция его на нашу музыку, как бы вот мы… Мы выбрали несколько картин его, попросили вообще, чтобы вот… Вообще вот этот альбом, он собрал себе имена многих друзей, многих музыкантов, которые были, которых нет. И те люди, которые внесли какой-либо вклад. Конечно, всех не получилось туда вложить в силу формата и в силу того, что бывает так, что даже и не вспомнишь, когда надо. Это картина «Сон в саду», картина художника, который обладает очень своеобразным стилем. И это маленький момент, который он уловил в жизни Таджикистана. То есть «Сон в саду». И мы посчитали, что наш альбом – это тоже как сон, потому что если он охватывает период в 15 лет, то уже его можно назвать только сном. Он нельзя назвать там какой-то программой или какой-то целью. Если он приснится как сон нашим зрителям, и эта репродукция указывает на то, что все снится этому человеку, то я думаю, что, наверное, мы и правильно подобрали эту картину. Хотя все картины этого художника прекрасны, и очень трудно было выбрать вообще что-либо из его работы. ГОЛОБОЗОВНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может быть он немножко пострадал от последствий тех событий, которые обрушились на него Но в целом погода зависит от нас, от наших сердцев, от наших чувств, обилия любви И даже с ней может нести знак любви, и даже холодная погода может выражать какую-то эмоцию Я думаю, что в целом сами вибрации, которые звучат в Алмате и Кушамбе, они очень близки Поэтому, находясь в Алмате, может думать, что ты находишься в лучшем Если нет вопросов, тогда можно будет, Вадим, я думаю, добрых сессий, мы начнем уже, да? Можно будет подходить вот с этой стороны? Можно просто сказать вам спасибо Огромное спасибо за то, что вы делали для Далеры Назаров Вы знаете, я один из поклонников Далера Я его безумно люблю Далер доказал, что в самые адовые дни можно петь райскую песню И на самом деле, это гениальный музыкант, не похоже у нас ни на кого он абсолютно И сколько радости для нас он, понимаете? Поэтому сегодня то, что вы сделали, мы этого никогда не забываем Спасибо Спасибо Друзья, подходите, может быть, брать автографы Вот туда и... Вот, кстати Наконец-то Спасибо 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 Спасибо